Что делать с тем, что они периодически начинают чем-то болеть? Ну, то есть, вот, Путин заболел нанотехнологиями, и мы там в течение пяти лет, значит, не было ни разговора ни про что, кроме как про нанотехнологии. Во всех там, во всех вузах открывали кафедры факультета нанотехнологии, все пытались доказать, что то, чем они занимаются, это нанотехнологии. И сейчас он тут заболел цифровой экономикой, как мы знаем. К чему это приведет и почему это вообще происходит? То есть, вот, мы знаем, что он человек, там, максимально, ну, неинтернетный, и вроде как, так сказать, до сих пор читает какие-то там аналитички в папочках, и не пользуется социальными сетями, и тут вот он заболел цифровой экономикой. Это возможность или угроза? Или вот так же, так сказать, там, в ближайшие пять лет просто все будут про это говорить, 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 распилить какое-то количество денег, и все. Это, само собой, обязательно произойдет. По приведенному вами примеру с нанотехнологиями, ну, много ли вреда это принесло? Образовали какую-то корпорацию, какие-то деньги пораздавали, вокруг раздачи денег завели некоторое количество уголовных дел, это тоже же все. Много-много-много денег, когда он-то любит исчевать, потом... Да, потом после этого возникают скандалы в соцсетях, опять же, уголовные дела расцветают. Это же такая экосистема, понимаете, вот эта раздача бюджетных денег. Там на ней растут свои, там, грибы, мхи, лишайники, крупные хищники, мелкие хищники, мелкие хищники апразитируют на крупных, на них, в свою очередь, свои блохи и так далее. Элементом этой экосистемы является и производство уголовных дел. Соответственно, не так много вреда невовлеченным людям это самое заболевание нанотехнологиями причинило. Но с цифровой экономикой немножко иначе. Во-первых, потому что это вещь чуть более реальная, чем, прости господи, нанотехнологии. Во-вторых, потому что, мне кажется, это заболевание тоже произошло от некоторого контакта с реальностью. Ощущение надвигающегося будущего настолько сильно, что оно дошло уже до тех, до кого, как до жирафа, все доходит последним. То есть до вершины нашей управленческой пирамиды. Ощущение, что что-то меняется. Вот этот вот гул четвертой промышленной революции и будущей новой экономики, он настолько уже силен, настолько уже по земле пошла вот эта дрожь, что даже до них начинает что-то доходить. Что какая-то идет волна, которая либо нас поглотит, либо мы ее оседлаем, либо мы к ней приспособимся, вырастим жабры. Но вот что-то происходит, вот она встает на горизонте. Понимаете, этого уже нельзя не замечать. Интеллект, а Илон Маск говорит, что значит нас ждет большое соревнование стран за искусственный интеллект. Вот то есть, понимаете, этого уже нельзя не замечать. Даже та часть, которая наиболее деликатно выражается консервативно, даже она чует эту ревибрацию. Вот это вот, вот по земле прошла эта дрожь. Соответственно, это даже, наверное, хорошо. Любой контакт с реальностью это хорошо. И более того, вот эта идея, что давайте, опять же, насколько я могу смутно ее понять, результат этого заболевания цифровой экономики, есть некая неоформленная мысль, давайте мы пока разрешим у себя то, что в других местах запрещено, и сделаем Россию столицей мирового майнинга. У нас же так много дешевой электроэнергии. Это отличная идея. Давайте все алюминиевые наши производства теперь перепрофилируем на биткоины. По-моему, как-то так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!